Добро пожаловать в наш канал! С необычной проблемой столкнулись жители дома номер 62 по улице Калинина в Террасполе. Вот уже 8 месяцев они борются со своей соседкой. Причем претензии жильцов довольно серьезные. Проблема вышла за рамки обыденных скандалов по всем известной причине. Мол, солью не поделилась, вот и поссорились. Чем насолила соседям одинокая женщина, расскажет Дарья Серебрякова. Ее распорядок дня отличается от распорядка других жильцов дома. Проснувшись утром, она не умывается, нет водопровода, не ставит чайник на плиту, нет газа. Да и плиты, в общем, тоже. Не завтракает нечем и не идет на работу, некуда. Она выделяется среди соседей неопрятным видом, грязной одеждой и даже запахом. Живет одна, любимые друзья собаки и кошки. Из гостей доброжелательно лишь к тем, кто поддерживает ее образ жизни. Вот и при ходу нашей съемочной группы женщина тоже не обрадовалась. Она сама себе предоставлена, то есть, ну что она, она ведет такой образ, она ходит на свалке и со свалки домой. Собаки, кошки у нее, все с помойки носят на сосвалке, она все приносит кости, она приносит оттуда, ну все вонючее и вот все собирает. Галина Бучкиашвили. С такой необычной фамилией должна быть необычной и судьба. Вот только история ее жизни не уникальна, а несчастна. Единственной отдушиной была своя крыша над головой, однако пожар лишил ее и этого. Возгорание произошло в ночь на 25 декабря прошлого года. В квартире Галины сгорело все. К тому же пламя охватило этажи и лестничную клетку. Пострадали и другие жители дома. А я только сделала ремонт в комнате. И у нас, когда были пожарные, три тонны воды залили, две машины было. И все, у нас потоп у нас в квартире вообще. Вот такое ощущение было, что дождь, мы не успевали. Соседи приносили пряпки же, потому что мы не успевали собирать эту воду. Черные от копоти стены в подъезде и входные двери квартир. Жители дома обратились в ЖУ-2 за помощью. Необходим ремонт. Никакой комиссии не было, ни представителей ЖЭКа, ни ДЭО, никого не было. Но составлена была смета на 44 тысячи рублей. Когда приступили к работе, я попросила у начальника ПДО смету показать. Сколько тут вложено денег, материалы, работы. На что они ответили, что вы не переживайте, все будет сделано. Кратчайший срок. Жильцы утверждают, рабочий ремонт сделали. Вот только перечень и качество выполненных работ, по их словам, далеко не соответствуют составленной смете. Стены не зашпаклеванные, а только побеленные. Кое-где по-прежнему остались следы гари и копоти. Ну, ремонт сделали просто лишь бы, понимаете, как бы, чтобы именно вот эту черноту, да, то, что они шкрябали, они его шкрябали, эту черноту. Но чтобы там, где места, где надо было пошпаклевать, не сделано качество. Ну, ЖЭКи сказали, что как могли, так и сделали. Как бы, было хуже. Сотрудники ЖЭКа с мнением жильцов не согласны. Они утверждают, председателя дома со сметой ознакомили и выполнили ремонт добросовестно. Мы выполнили ремонтные работы в подъезде. Подъезд отремонтировали полностью. Мы с ней встречались вместе с актом выполненных работ. Она посмотрела, сказала, что пригласит независимого эксперта. Эксперта так она не пригласила. И, соответственно, мы не могли ждать, когда у нее, там, сказать, будет время, или она пригласит кого-то, чтобы посмотреть. Мы готовы, пожалуйста, чтобы проверила любая комиссия проведенные работы. А вот жилье Галины Бычкиашвили рабочие и вовсе обошлись стороной. Ее квартира превратилась в настоящую свалку. Нам вот это все мешает, вот эта вонь. Собирается с нее, мусор у нее. Здесь делают ремонт, и никто здесь ремонт не делает. Фасад никто не хочет делать. Мы мучаемся с этой грязью, ничего не можем сделать. Там тараканы, они кишили, они все, стены черные от тараканов. И черви, там все, вот это все гнилое. Она кушает собак, с собаками спит, с собаками дружит. Ну, бомж можно назвать. Регулярные дебоши, пьянки. Соседи устали терпеть такое поведение Галины. С другой стороны, жильцы ее жалеют. Мол, одинокая, к тому же инвалид детства. Решили помочь коллективно. Однако, хозяйка квартиры труда не оценила. Жильцы собирали деньги. Кто пять, кто три, кто рубль, кто десять. Давал только, чтобы убрать все с квартиры. Мы нанимали людей, люди убирали в этой квартире. Неоднократно, разов пять убирали люди. Уже в этой погоревшей квартире дважды убирали. То просили ЖЭК, чтобы делал заявку ДУ-6, чтобы трактор подъезжал, чтобы туда не носить на общую мусорку. Тоже было. Надо было. Нанимали людей, платили. А что делать, если его не разносит? По словам председателя дома, квартира Галины не приватизирована, а значит, является собственностью государства. Однако, представители ЖУКа делать ремонт за счет средств жилфонда пока не собираются. Они утверждают, работы должны выполнять виновные в поджоге. Однако, их личность до сих пор не установлена. Сколько времени должно пройти, если не будет установлена личность виновного, чтобы выписать имит к этим работам? Мне надо будет уточнить в СВПЧ, у пожарных. И тогда я смогу уточнее вам ответить. Со дня пожара прошло уже восемь месяцев. По какой причине сотрудники ЖЭКа раньше не уточнили данные о поджоге, неизвестно. Тем временем в квартире Галины кучи мусора только разрастаются, а хозяйка трудится на славу. Ежедневно пополняет свое жилье новыми находками с городских свалок. У меня маленький ребенок растет, и я очень сильно переживаю. Много раз подходили, Галя, убирай, убирай. Да, да, уберу, да, уберу. И все, вот это вот. Она даже если поубирает, то через неделю она натаскает туда обратно вот этот вот мусор. У нее работа состоит на свалку со свалки, домой. Вот все вот это вот. Она таскает туда уже что-то. Мы все-таки надеемся, что произведут какой-то ремонт. И общими усилиями мы наверняка добьемся, что мы ее оформим в инвалидный дом какой-то. Сегодня в это окно светит солнце, погода радует последними теплыми деньками. А скоро осень заявит о себе проливными дождями и холодным ветром. Через несколько месяцев наступит зима. Сколько еще времени Галине придется жить в таких условиях, неизвестно. Жильцы дома надеются, местные власти в скором времени помогут. На данный момент материалы по данной проблеме направлены в городскую госадминистрацию для дальнейшего разбирательства. Мы попробуем разобрать эту ситуацию подробнее. Гость нашей студии, практикующий юрист, депутат Тираспольского горсовета Александр Бушев. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Скажите, кто должен решать эту проблему и чего ждать владелице сгоревшей квартиры? Насколько я понимаю, квартира сдана по договору социального либо коммерческого найма. То есть лицо проживающее является нанимателем. Согласно положениям жилищного кодекса ПМР, наниматель несет ответственность за сохранность жилого помещения, в котором он проживает. То есть владелица квартиры? Совершенно верно. И в случае, если владелица, то бишь наниматель, своими действиями приводит квартиру в ненадлежащее состояние, приводит порчи, либо нарушает интересы третьих лиц, договор может быть с ней расторнут без предоставления другого жилого помещения. То есть себя попросту могут выгнать из квартиры? Выселить. Выселить. Понятно. А вопрос ремонта жилища говорят, что обращались в разные инстанции. Кто же все-таки должен ремонт производить и за чей счет? Безусловно, соответствующая управляющая компания, то есть ЖЭУК за счет средств города. Но до того, как они начнут производить ремонт, им необходимо установить виновность, либо невиновность владелица в пожаре, который случился. Это делается на основании документов соответствующих пожарных служб. И если выяснится, что виноват кто-то из жильцов квартиры, то? Значит, город в лице управляющей компании будет иметь право в судебном порядке расторгнуть договор без предоставления иного жилого помещения. Спасибо, Александр. Я напомню, у нас в студии был практикующий юрист и депутат Распольского горсовета Александр Бушев. Темой нашего следующего сюжета также стал квартирный вопрос. Жители столичного дома 19 по улице Пушкина уже более полувека хранят и восстанавливают собственными силами историческое наследие Приднестровья. Причем ценный экспонат это не дорогая или раритетная вещь прошлой эпохи, а само здание. Каково жить в стенах архитектурного памятника республики? Прямо сейчас, в нашем следующем сюжете. Одна из старейших улиц столицы. Сегодня она мало отличается от других городских. Здесь, среди обычных частных домов, уже почти век стоит здание. На его стене у главного входа неприметная затертая мемориальная табличка. Именно она свидетельствует о том, что этот дом – исторический памятник Приднестровья. Еще в 1933-м здесь жил известный государственный партийный деятель – революционер, председатель софтпорткома МАССР Григорий Иванович Старый. С тех пор прошло более 70 лет, а дом хранит память событий Великой Октябрьской революции. Его возраст чуть менее века. Сегодня о тех временах напоминает лишь мемориальная табличка и декоративный фасад здания. А в доме проживают обычные горожане. И такое историческое жилье, по их словам, с каждым годом радует все меньше. Попробуй живи в нем. Красивый дом, да? Исторический. Исторический, но и сто лет ему, надо же ремонт ему делать капитальный. Раньше, когда мы получили эту квартиру, вроде бы нормально. А потом, вот 8 лет назад, вот начались проблемы, начала крыша течь. Тут надо, ты сам, ремонтировать, надо реставрировать этого дома. Потому что этот дом уже старый, и надо капитальный ремонт. К сожалению, время подарило этому дому не только историческую ценность. Жители уверяют, жилье в аварийном состоянии. Во время дождей и таяния снегов течет крыша. Внутри на стенах трещины, изрядно обветшал и сам фасад. Оконные рамы не выдерживают шквала ветра. Горожане рассказывают, приходится и закрывать, и утеплять подручными материалами. У нас окна в очень плохом состоянии, особенно со двора. И веранда там тоже уже в очень плохом состоянии. И что? Трещины тоже есть внутри в квартире с тех времен. Вот когда дожди идут, у нас это самое, все сырость. Сырое в одной комнате и в другой комнате. Мы это самое, когда-то сняли, вот у нас обои были, когда мы сняли, мы испугались. Окна, да, тоже старые, сами ремонтировали. А что? А зимой так дует, мы с одеялами в окнах сидим. Потому что невозможно, особенно если вот зимы холодные, так дует, возле окна невозможно вот сидеть. Крыша течет, хоть с тазиком, зоником. Потолок обвалился, все милые. Сами сделали помощь, я не знаю, откуда ждать. Жильцы утверждают, за помощь не раз обращались в ЖЭК. Правда, их последний визит коммунальщикам был еще в прошлом году. Там дали ответ, денег нет. Пришлось ремонтировать дом за свой счет, говорят терраспольчане. Собственные, сильные, все делаем мы сами. Никто ничего, даже жалую гвоздя не дал. Пришли один раз с ЖЭКа, поднялись на эту крышу, два ведра цемента замазали и все, ушли. А как текло, так и течет. Мы уже сами взяли эту, купили оценковку, накрыли вот этот цоколь сверху, это фасад. Ну, дождь был, опять течет. К тому же, по словам жителей дома, далеко не все работы по ремонту можно выполнить самостоятельно, даже при большом желании. Надо вышку, мне даже нету лестницы, чем залезть на крышу. Это проблема, первая проблема, залезть сюда на крышу. Залезь сюда, ты цоколи, упадет мне на меня, дай бог еще убьет кого-то. Тем не менее, год за годом жильцы к периодическим ремонтным работам привыкли или попросту смирились. Обидно другое, говорят они, родное теплое жилье не разрешают приватизировать. Хочу, чтобы разрешили приватизировать. Пусть внешний облик будет памятником, мы его менять не будем, трогать не будем. Но, чтобы я знала, что это мое жилье, чтобы дети были обеспечены. По поводу партизации отказывают. Говорят, это исторический дом, как меморал, не разрешают. Приватизировали, не были проблем, мы уже собрались, и соседы, и все сделали бы как-то этот дом, как свой был бы. А так что, делай, делай, потом пугай, что сделайте, заберут под музей. Получается, как во всем известном фильме. Кто его посадит? Он же памятник! Постановлением Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики за номером 622 от 18 июня 2002 года был утвержден государственный реестр памятников истории и памятников республиканского местного значения. Куда, в частности, вошел дом по улице Пушкина, номер 19. В связи с этим, в соответствии с законом о приватизации, данные объекты приватизации не подлежат и отчуждению гражданам тоже. Приватизировать получается нельзя, а вот отремонтировать можно. Жильцы говорят, желание есть, были бы деньги. Снова обратились за помощью коммунальщикам. Представители ЖОК на сей раз помогли и оперативно устранили неполадки. Из-за срока давности и перепада температуры происходит некоторое частичное разрушение архитектурного ансамбля фасада дома, которое привело к затеканию в некоторых местах. Силами ремонта эксплуатационного участка, управляющей компанией, были выполнены работы по восстановлению архитектуры этого дома с применением автовышки. Работу выполнили, претензий к управляющей компанией номер один жильцы не имеют, о чем свидетельствует расписка. Вера Севастьяновна с мужем живут здесь уже 26 лет. А вот большая и дружная семья Ольги Павловны два года назад отмечала полувековой юбилей со дня новоселья. Через несколько лет соседи соберутся вместе и отметят сотый день рождения своего жилья. Для них это уже не просто здание и даже не архитектурный памятник Приднестровья, а в первую очередь родной уголок. И если его холить или леять, говорят жильцы, он простоит и прослужит верой и правдой еще не один век. И в его стенах вырастет не одно поколение. Кто знает, может быть оно будет таким же выдающимся, как и сам Григорий Иванович Старый. Тот, чье имя прославило обычный дом и внесло неоценимый вклад в историю республики. На сегодня это все. Мы надеемся, что наша программа помогла тем, кто к нам обратился и еще. Если вы попали в непростую ситуацию, столкнулись с безразличием или откровенным нарушением ваших прав, не молчите, требуйте жалобную книгу. Всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон»